Четыре ошибки неверной посылки. Сейчас мы разберем те неформальные логические ошибки, которые связаны с неверной посылкой. То есть нам предлагается неверная посылка, нам предлагается с ней согласиться и действовать исходя из вот этого уже положения дел, которое мы приняли. Первая ошибка. Ложная дилемма. Рассмотрим вот этот значок. Америка, либо люби, либо уезжай. Предполагается, что есть только два варианта. Идея заключается в том, что все опции, которые существуют, сосводятся только к двум. При этом обе эти опции являются плохими. Например, либо вы будете ходить на лекции, либо бездельничать. Как будто бы нет другого варианта. Это пример ложной дилеммы. Второй пример. Это провокационный вопрос. Loaded question по-английски. Например, такая типичная. Вы уже пили коньяк перед завтраком. Как на него ответить? Если вы ответите нет, это значит, что, ну, можно сказать, что пошло не так, почему вы не пили. Если вы ответите да, ну, соответственно, вы согласились с тем, что вам предлагается. То есть, этот вопрос предполагает на его ответ да или нет, предполагает, что вы соглашаетесь с посылкой, с которой, ну, наверное, вы не можете согласиться. То есть, идея, что вы, да, вот как мне понравилась эта картинка, да, где робот говорит, что я не могу согласиться с, не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не принимаю посылку. Да, из которой вы исходите. Кажется, что это, ну, на самом деле, риторически это довольно хорошо работает. То есть, вам предлагается какой-то, какая-то альтернатива, с которой вы должны согласиться. Я вот приведу пример, который я видел в прошлом году, социологического опроса, который, ну, вот, можно посмотреть, как звучат заголовок «Россиянический рекорд по одобрению Сталина». Значит, почему Левада-центр провел опрос по поводу, вот, как люди относятся к Сталину. Давайте посмотрим, какой вопрос был задан. Вопрос здесь. Как вы думаете, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в Сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок? Ну, и у вас есть идея, что, там, да, в какой-то мере, значит, их нельзя ничем оправдать или затруднились ответить. В чем здесь, может быть, претензия к этому вопросу? Она заключается в следующем, что нам предлагают уже согласиться с тем, что были великие цели и были великие результаты, которые были достигнуты в кратчайший срок. И вы, соответственно, вынуждены только ответить, либо вы считаете, что они оправданы, какие-то человеческие жертвы, либо что они не оправданы. Но у вас нет возможности сказать, не согласиться с тем, что эти цели были великими, а результаты были достигнуты. При том, что не просто результат достигнут, а еще в кратчайшие сроки. То есть, у вас здесь задается очень узкий коридор возможности ответить, либо да, либо нет. И это как раз пример заряженного вопроса. Следующий тип ошибки – это круговой аргумент. Возьмем пример из современной, который я придумал. Наша фирма является инновационной, так как мы предлагаем инновационное решение. Это круговое обоснование. Мы обосновываем, то есть, почему наша фирма является инновационной, потому что мы предлагаем инновационное решение. Значит, другой исторический пример – это памятник, довольно известный. Значит, учение Маркса, и известное слоган – учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Фраза атрибутируется к Ленину. То же самое, круговой аргумент, почему оно всесильно, потому что оно верно. Как-то оказывается, что оно всесильно тем, что оно верно. Четвертый, последний аргумент, последний тип ошибки неформальной – это «не один истинный шотландец». Так называется эта ошибка. Заключается оно в следующем. Я приведу пример, как ее первая иллюстрация – это ошибки. Была история следующая. Один шотландец, который жил в Америке и гордился тем, что он шотландец, читает газету и видит, что в газете написано, что человек шотландского происхождения изнасиловал женщину. Это, естественно, этому шотландцу не нравится. И он говорит, что ни один истинный шотландец не сделал бы ничего подобного. То есть идея заключается в следующем, что вы игнорируете контрпример. У вас есть какое-то убеждение, и когда вы видите какой-то факт, который противоречит вашему убеждению, вы его просто нивелируете тем, что вы говорите, что это не может подойти под то суждение, под то убеждение, в которое я верю. Если мне, предположим, если вы считаете, что, например, все преподаватели, ну, не знаю, высшей школы экономики, это люди, которые не могут ругаться матом. И мне показываете, что человек как-то ругается матом, ну, и он является сотрудником высшей экономики, а высшей школы экономики, я говорю, нет, ну, настоящий профессор высшей школы экономики так делать не будет. Вот это как раз пример ни одного истинного шотландца. Итак, мы сейчас прошли четыре типа ошибки, связанные с тем, что мы предполагаем какую-то посылку и уже исходим из нее. Значит, ложная дилемма, провокационный вопрос, круговой аргумент и ни один истинный шотландец. Продолжение следует...